всем привет прислали посылку из россии великобританию вот сейчас собственно многие жалуются на работу почты россии то есть грубо говоря что посылки не доставляются вовремя не доставляются но в общем то и раньше много такого было что посылки не доставлялись вовремя где-то терялись задерживались так тут вот видим что есть какие-то пробои ну не не пробоины а где-то ее били мяли коробку вообще упаковали очень как бы так со всех сторон обмотали всем чем только можно было вот то есть но несмотря на это видно что есть какие-то вот например замятости то есть грубо говоря коробка где-то прессовалась может быть падала не суть важно смысл ролика в другом коробка прилетела из москвы из россии великобританию вот и собственно многие жалуются на то что посылки не доходят либо как-то зависают вообще где-то нет никакой никак информации о посылках никаких данных про посылки на самом деле это происходит не только с посылками в россии отправляемыми куда-либо в великобританию я не знаю в голландию в германию в израиль там штаты или куда угодно у меня посылка в штаты например шла где-то два с половиной месяца из россии вот буквально буквально дня недели две назад ее доставили то есть сейчас вот в процессе когда какая-то непонятная ситуация на самом деле огромное количество посылок идет очень очень долго и иногда даже не по вине непосредственно например там почты россии по вине принимающей страны страны где например не работает таможенная служба или там сокращены часы работы там дни работы и так далее то есть грубо говоря иногда может быть и почта россии косячит но в целом они довольно таки неплохо справляются с доставкой просто могу сказать что сейчас отправлял одну посылку из великобритании в израиль и уже прошел месяц она до сих пор висит на отправке из британии то есть ее до сих пор не отправили так что по поводу работы почта россии могу сказать так что не только почта россии так долго доставляет посылки в настоящее время то есть посылка из британии в израиль до сих пор вот висит на отправке и люди уже как бы ну шлют сообщение типа где моя посылка я говорю ребят давайте подождем немножко и скоро все как бы доставят потому что реально настоящее время посылки идут очень долго международные посылки внутри страны не знаю насчет почта россии в британии внутри страны посылки идут довольно таки быстро хотя тоже бывают случаи когда посылки теряют вот но почта британии довольно таки быстро разбирается с этим вопросом и компенсирует собственно утерю посылок то есть они как бы решают вопрос не по два три четыре месяца как почта россии здесь это все происходит побыстрее в этом плане конечно есть большой плюс вот так не знаю как тут распаковать грамотно чтобы не повредить внутреннюю коробку и вложение внутри британии кстати посылка доставлялась таким сервисом как parcel force parcel force на самом деле довольно таки скверный сервис потому что они но с ними очень трудно общаться у них нету нормальной поддержки у них нет нормального какого-то колл-центра куда можно позвонить куда можно сообщить о проблеме потому что если вдруг у вас какие-то проблемы с доставкой посылки потерялась разбилась разбили украли внуло вложение внутри британии это тоже происходит часто люди заказывают мобильные телефоны с amazon или откуда то еще и им доставляют курьер вообще пустые коробки обмотанные скотчем хотя на самом деле у амазона коробки все обклеиваются фирменным скотчем с защиты и внутри скотча всякие там волокна какие-то синтетические нити или что-то еще даже разрезать этот скотч ну не так просто ну и соответственно это для безопасности грубо говоря делается вот для аутентификации определение принадлежности ну как бы что это настоящая посылка вот тем не менее происходят различного рода ситуации когда и посылки скрывают и внутрь вложения вынимают так что все это происходит в любых странах все это человеческий фактор они какой-то почтовый отдельно взятый сервис вот поэтому поэтому на самом деле жаловаться на то что почта россии плохая ну как-то наверное не совсем корректно это на самом деле даже такой вот некий ответ на огромное количество претензий что мол почта россии полная ерунда во всех странах все классно это все гонево и не во всех странах все классно вот во многих странах почты государственные работают не лучшим образом наконец-то я вызвалил эту коробку и будем дальше распаковывать смотреть что у нас есть на самом деле здесь пара графических карт а даже одна графическая карта на самом деле одна пустая коробка от графической карты которая у меня здесь есть и установлена в компе потому что мне нужно ее заменить продать и лучше конечно чтобы у меня была коробка вот так это у нас графическая карта полит супер стрим не она на самом деле здесь есть то есть вот видим что player у так и карта у нас здесь присутствует не пустая коробка все нормально грубо говоря и из россии приехала графическая карта целая невредимая вот она бушная это из 2 компа вот она бушная на временную замену так что имеется ввиду что пожалуйста все доехало посылалась почты россии посылка стоило вес посылки составляет примерно сейчас скажу то есть вот эта вот карта 1 весит примерно где-то килограмм 700 грамм то есть грубо говоря почти два килограмма только вот эта карта весит так все больше в коробке ничего нету коробку убираем так одна карта вторая карта тут на самом деле просто пустая коробка карты нету карта у меня стоит в компе я ее привозил в рюкзаке просто грубо говоря без коробки потому что коробка не помещалась в ручную кладь а сдавать в багаж почему-то это все не хотелось вот так вот этот коробка весит где-то кило 700 плюс вот эта коробка где-то весит еще грамм наверное 800 но все вместе в районе двух с половиной килограмм вместе с упаковкой все это весело примерно в районе 2 800 вот где-то около трех килограмм некая странность такая что когда вы отправляете посылку примерно полтора там 1 7 килограмм то есть вот одну эту карту например то вы заплатите примерно где-то в районе двух тысяч рублей за отправку этой посылки а если вы добьете вес до 3 килограмм то вы заплатите две триста то есть две тысячи за полтора два килограмма или две триста за три килограмма но в принципе выгоднее конечно накидать в коробку еще чего-то и отправить например коробку весом три килограмма за две триста что дешевле и опять же таки влезет больше каких-либо вещей так здесь у меня просто какая-то мелочь на самом деле документы так это карта здесь тоже пусто наверное да а здесь у меня различного рода ерунда процессор который мне нужен для второго компа так чё у нас тут объективчик шнайдеровский полтинник или 45 до полтинник 28 шнайдер кризнах вот объективчик себе суда кинул потому что опять же таки в россии он мне не нужен здесь он мне пригодится плюс тут дополнительно помимо объективы еще есть переходные колечки которые здесь редкость в россии они вообще ничего не стоят ну и немного каких-то украшений елочных надеюсь они целые по крайней мере вроде не разбиты то есть они лежали вот в этой коробке вместо видеокарты ну и в целом доехали в целости и сохранности вроде как еще есть какой-то переходничок это у нас под вспышку переходник тоже зенитовский голова какая-то так что-то закрыто это для фотоаппаратов зенит переходничок голова такая вот она двигается и еще она крутится и двигается ничего необычного простенькая голова для старых фотоаппаратов но иногда надо и плюс собственно довольно таки удобная фигня дешевая не надо ничего изобретать и покупать чего-то дорогого ну вот так ну игрушки вроде все целы невредимы все доехали что в общем то классно потому что в общем то здесь довольно таки много места и хорошая уплотнительная пена которая не давал там если бы коробку где-то прессанули то в принципе все выжило бы ну по крайней мере чисто теоретически на практике все доехало и ничего особо нигде не прессанули то есть смысл такой что грубо говоря все прислали все доехало вот одна карта вторая карта то есть коробка от карты все приехало все классно приехала все это из россии из москвы доставлена почтой россии по великобритании доставляла компания parcel force не знаю почему не роял мэл но не суть важно раньше они были единым целым сейчас они разделились но и каким-то образом они вот доставляют по-разному разные посылки моя посылочка доставлялась тоже очень долго на самом деле у людей сейчас много вопросов и много претензий к почте россии то что там посылки доставляются очень долго там треки не работают тому подобное почта россии говорит что они наладили авиасообщение с различного рода странами и все посылки уходят по графику но на самом деле это тоже не совсем верно потому что у них например написано что великобританию посылки отправляются на еженедельной основе то есть грубо говоря грузы уходят на еженедельной основе но почему тогда моя посылка шла 34 дня и примерно три недели она не тречилась то есть грубо говоря трек замер на отметке посылка подготовлены для отправки из россии и все и потом недели три молчание а потом появилась что посылка обрабатывается уже в стране получения там и передано в доставку по стране передано в доставку в локальном сервисе почтом и передано доставку уже мне вот то есть грубо говоря тоже не совсем все гладко как говорит почта россии но тем не менее они работают все доставляют все классно треки они за пределами страны уже грубо говоря не подвластные почте в вашей стране то есть здесь у меня тоже например как я показал на принт скрине по треку моя посылка в израиль числится как интранзит да то есть якобы она находится в пути но на самом деле она по-моему даже еще не отправлен хотя может быть ее и отправили я честно сказать не знаю по треку она числится где-то в терминале в хитру вот и сказанный интранзит то есть грубо говоря в пути а что на самом деле где находится я не знаю она уже там с первого августа и у меня как оказалось даже еще ранние посылки которые еще раньше отправлял также находится в интранзите недавно люди написали что ничего не получили придется разбираться вот я отправлял из великобритании почты великобритании royal mail вот в израиль например это не почта россии но тем не менее косяков полно то есть это по всему миру происходит и зависит в большинстве случаев например от принимающей стороны то есть в израиль например сейчас не ранее обрабатывают с большими длительными задержками посылки которые которые требуют подписи от получателя потому что во многих странах подписи вообще сейчас отменены упразднены и этого нету может быть из-за этого я не знаю я все посылки отправлял с треком и подписью но может быть из-за этого может быть по каким другим причинам они не отправлены и не дошли но суть в том что они также как и посылки из россии не трещатся и не куда не доходят вот то есть виновата не локальная почта а страна страна куда вы отправляете где принимают вашу посылку вот сейчас к сожалению со всеми этими локданными вирусами и так далее там подобное по всему миру вообще такая вот неразбериха происходит и но в данном случае остается надеяться что все будет классно все посылки будут доставлены рано или поздно и лучше конечно рано раньше чем позже вот но остается только ждать и надеяться что все будет хорошо я отправлял огромное количество посылок из россии по всему миру самые долгие у меня шли два с половиной два месяца в австралию и в штаты и по треку они также числились отправленными из россии а по факту потом где-то два месяца молчания и никаких изменений по трекингу а потом их доставили то есть вот такие вот были ситуации из великой британии отправлял и в россии и по европе вот за исключением израиля все остальные посылки были доставлены там ну максимум где-то две-три недели вот с израилем какой-то косяк ну что поделать такая вот ситуация сейчас мире творится не суть важно надеюсь этот ролик как-то помог что-то разъяснить надеюсь что-то было полезно интересно вот так что увидимся следующих роликах пока всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока